Продолжение следует... Я очень хотела работать, читала об этом, но не знала, какой специальный, что подошли именно по зрению. Я в телевизоре увидела российские передачи, где там показывали, что есть слепые, которые обучаются медицине и массажу. В России есть специальные колледжи медицинские для слепых, которые обучают и медицине и массажу. И в конце дают дипломы, если меньше 3 года учебы. Но, к сожалению, у нас такого нет. А потом один знакомый познакомил меня с малой рукой. Вот она предложила мне, если я хочу подучиться массажу, профессионально массажу, а в дальнейшем уже и работаю в этом сфере. Я очень радилась, правда. Потому что, можно сказать, я мечтала об этом. Я помню, мы стояли вот здесь вот так, вот калево наклала у меня руку и чувствовали, что здесь есть. Вот это позвоночники, все это, вот это лопатки, все это ребра, здесь такие соли, ну все, вот здесь все шеи. Мы вот, держа руку, обучались. У вас много гастрохондроза. Да? Да. А с чем это связано? Вы физической работой занимаете? И физкультурой? Ну, как физической. Я в спортзал хожу постоянно. Маловато похоже. В дальнейшем мне нужно было получить диплом, чтобы работать. Для этого нужен диплом. Пошла на курсы, но встретилась с большей трудностью. Там мне не хотели взять на учебу, на курсы, потому что они не понимали. У них нет насчет этого, как это, не зря человек может обучать массажу. Я все-таки их уговорила, просила им дать возможность, хотя бы месяц обучения, и потом сдам экзамен. Если не сдам, то окей, я уйду. Но если сдам, я продолжу обучение, потому что обучение 3 месяца. Они сказали, хорошо, согласны. И вот так начала обучение на курсах. Первый месяц обучила, сдала отлично экзамены и продолжила учебу. Закончила, и они мне дали диплом. Спасибо, что они дали мне возможность, но хотя они очень сильно отказывались. Я понимаю людей, которые боятся дать нам возможность, потому что у них нет информации о нас. Вообще никакой информации. У меня даже были вопросы, как мы кушаем, как мы держим ложку. Они не понимают, как мы держим даже ложку. Так что же это от них? Мне нужно укрыть вас немножко. Да, давайте. Это было очень большим ударом. Сильным ударом, могу сказать. Я тогда поступила еще в магистратуру, училась там в магистратуре. И в одно время я работала. Вышла замуж, забеременела. И вот там все началось. В основном у меня болезнь называется отсылка свечатки. Это есть сетчатка внутри глаза. У меня было тотальное состояние. Полностью упала сетчатка. Было очень трудно вначале, очень трудно. Привыкнуть к этому новому состоянию. И получается, это как бы новая жизнь начала жить заново. Всему обучалась заново, правда. Я знаю некоторых, которые вообще не выходят, знаете. Только дом. Есть, которые, знаете, даже просто не могут на микроволновке себе согреть пищу. Есть готовые тарелки. Готовые там пищи. Они не могут просто взять эту проволоку, засунуть, нажимать кнопку. Или там, не знаю, не мог. Есть такие, знаете. Настолько непривословленные у меня есть. А как вам это от чего тебе зависит? Это от родителей зависит? Да. Первый, от родителей. Знаете, что мне мама сделала? Мама, когда дочке исполнила три годика, старшей, она жила, она просто переехала в другое место. Как вы решились на это оставить одну? Ее? Ну, она раньше все, она сама умела. Ну, врач мне одну посоветовал, говорит, не надо прям всю раннюю делать, опекать ее. Надо самостоятельно себя научить, чтобы она сама все могла вот в быту, вот в этом плане. И я думаю, ну, это было для нее хорошее урок, как бы, без меня, они сами, ну, правда, я через каждые два дня здесь была. Ну, работа тут близко была, поэтому пришлось прям, сестры не было тоже, они одни были. Зато все, научилась сама делать, без меня. Вот это делала все раньше. Так вот. А чем вы делаете? Мама, что вы делаете? Мама, что вы делаете? Ну, дети, моя радость. Я очень благодарю Бога, Аллаха, что Он дал мне двоих детей. У меня две дочки, старшая 17, а младшая 8, разница в 9 лет. Старшую немножко видела, потому что, когда, это же после первой операции она родилась, видела, да, ее немножко, а вот младшую нет вообще, не видела. И сейчас я не знаю, как старшая выглядит, но мне рассказывают, я всегда спрашиваю, как они выглядят, мне мама часто расскажет. Старшая говорит, больше на меня похоже. Младшая больше на папа, но кожа моя тоже беленькая, как я. Нет, сейчас я не вижу. Но примерно представляю, правда. Знаете, я об этом как-то и не думаю, не сожалею, что я не вижу. Главное, что они у меня есть. Мам, я отпущу руки, а вы держите меня крепко. Я буду казаться. А меня держите, вы чего? Я упаду. Вам нужно дать образование своим дочкам? Обязательно. Обязательно. У нас некоторые считают, что если девочке, не надо образование, выйти замуж и все. Нет, я так не считаю. Я так не считаю, что девочка, неважно, у меня бы две девочки, обязательно должны получить образование и иметь какую-то профессию. Потому что не знаем, что случится в дальнейшем. Никто не знает, никакой гарантии никто не даст. Поэтому для меня это принципиально. Поэтому я сейчас стараюсь, чтобы они получили хорошее образование и в школе, и в дальнейшем в университете, в высших учреждениях. Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу учиться за границей, получить европейский диплом. Из-за этого Польша выбрала такая спокойная страна и туда легче попасть отсюда. Но я считаю, что девушки и мальчики должны в принципе равноправное образование получать. Это выбор каждого, хочет он учиться или нет. И было бы лучше, если бы наших девушек больше позволяли учиться. Не все же родители позволяют. Я рада, что они мне позволили, дали деньги на это. Сами меня пинали иногда, чтобы идти и учись. И я в целом довольна этим, счастлива. Все же это гораздо лучше, чем сидеть дома или на шее у кого-нибудь. С каким сердцем отпустите? Я более, знаете, такая, тоже такая. Немножко лояльно. Может, прям не держусь. Всегда там рядом, когда нет. Нет, я всегда, знаете, я всегда мечтала, чтобы моя точка загарилась. Наверное, я буду плакать. Наверное, я буду плакать. Наверное, точно будет плакать. А я когда более легче к этому атакусь. Главное, чтобы поехала, оправдала мои надежды. Главное, чтобы встала на ноги и получила очень хорошее образование. В начале, конечно, будет, будем всегда скучать за меня. Но потом потихонечку, потихонечку уже. Провекание нас сейчас. В семье жизнь у меня, к сожалению, сложилась, потому что и забот, и зрение. Когда я хотела, чтобы зарящее было, но когда потом ослепла, потихонечку это все пошло на упад. Свекровь моя как-то была против нашего брака, потому что я перестала, ну, понимать в узбекском семье, помогать свекровам. Хазмат называется у нас. Я уже не смогла никакой хазмат делать. И в дальнейшем уже муж тоже как-то остыл, сам не хотел. И потихонечку мы с ним развелись. Никаких там, я с ним не ругала, никаких претензий не было. Дружелюбно, дружно мы развелись. Вот так. Он помогает, ну, так сказать, приходит там, смотрит за вчерами. Иногда помогает, иногда не в два раза бывает. Но навещать детей. Дети с отцом в очень хороших отношениях. Вот так. Это все началось с пандемии. Все массажные салоны, все закрылись. Я сидела дома. Было очень трудно найти работу. Я три месяца, по-моему, искала. Четыре месяца работы. Три месяца я искала. Многие, многие фирмы отказывались, потому что они не понимали, как незрячий человек может работать оператором в колл-центре. И однажды, вот так случилось, я в Телеграме увидела вакансию компании Old Decor, тоже требуется оператор колл-центра. написала им, отправила свое резюме, связалась с начальником, начальством. Сказал насчет себя, насчет зрения, что я все равно знаю компьютер, что смогу работать. И просила, чтобы он дал мне шанс. Вот он единственный человек, пока что, вот он согласился мне дать шанс. Он сказал, хорошо, я дам вам шанс этого поработать. Если у вас все получится, то все окей. У меня претензий никаких нет. Я сказала, я правда очень обрадовалась, очень сильно, потому что я не ожидала. Я сказала, я все сделаю, я покажу, что у меня все получится. У нас есть вот такие телефонные, вот через него мы изглавим. Выключаю экран. Вот. Затемнение, говорит, синтезатор, и все, вот так и работают. Вы, конечно, кто ведь этого не видит, но я, потому что я все слышу, мне это уже не важно, есть аркас или нету, потому что я все равно это не читаю и не вижу. Но так я работаю, без яркостей. Одну минуточку. Скорость, музей. И. салам алейкум у нас есть а а а а а а а а а Я бы хотела открыть помассаж свой салон, чтобы моё было, свой массажный салон, мне от кого не зависит, ни на кого не работать, чтобы был у меня собственный салон, собственный бизнес. Я бы очень хотела детку бывать за границей. Мне удивляться, зачем быть салон, который я не видела. Я так не считаю. Да, я не вижу всякие достопримечательства, но главное, что ты побывала там, это уже помнит, чего-то стоит. Может, и не видела, но попробовала. Очень хорошего лучшего жду для своих детей. Наверное, чертеть уже будут и муки, наверное. Три самые главные, что нужно изменить в Ташкенте, в городе. Так, в первую очередь, наверное, для меня это автобус, да, потому что я езжу на автобусе, на работу, в другое место. Конечно, когда едешь далеко, тебе нужно навигаться, понимать, а где ты, где находишься. Если бы в автобусе были бы, которые объявляли бы в остановку, то, наверное, было бы легче. Все время думаешь о дороге. Все время. Гаву не пропустить, это останусь. Первое. Второе, то, что я хотела бы, самое трудное нам переходить дорогу. Очень трудно. Есть все топоры, говорящие. Есть. Но, к сожалению, у нас, это за границей. Я бы очень хотела бы, чтобы это тоже у нас внедрили. Тогда, наверное, было бы легче все-таки знать, когда разжигается красный, когда жжетый, когда зеленый. Дороги у нас очень непоспособны для незрячих. Раба. Очень трудно ходить по нашим дорогам. Особенно, которые мы же домами. Третий путь я добавила бы дорогу. Раньше у меня был такой страх, это, наверное, с детства было. Немножко, если сегодня, я всегда боялась не оправдать чьих-то надежд. Много домами, учителя, например. Много друзей. Всегда старалась как бы сделать все лучше и лучше. Чтобы они как бы гордились моим. Я в дальнейшей жизни поняла, что это тоже, по-моему, неправильно. Как думать об этом, что все. Если все сделало, у меня вы похвали. Если сделало, у меня поддержите. Это очень трудно. Зачем? Нужно жить, как ты будешь. Как у тебя получается. А сейчас огромный страх у меня бывает только в одних случаях, когда я одна нахожусь на улице. Ну, на улице там. Вне дома. Я один раз подопала в бассейн. Но в бассейнах не было воды. Я не знала, что там. В бассейне упало очень большое расставление. Очень большие уши были. Когда падаешь, конечно. Когда очень сильно падаешь, в шубе бывают травмы. Очень страх появляется потом дальнейшему дианому. Я научилась, если даже падаю, вставать. Заново идти. Выйти опять на этом месте. Потихонечку пройти дальше. Но обиды всегда бывают. Обиды бывают не только на себя и на все. На весь мир. Это всегда так бывает. В начале, когда видишь, видишь, пац, не видишь. Очень большая обида. Знаете, для каждого есть особое свое время. Кому-то нужен всего лишь один день. Кому-то нужно месяц. Кому-то годы нужны, чтобы прийти в себя. Но, думаю, вот со временем это все образуется. Человек должен принять свое состояние, которое сейчас находится. Это нельзя ставить кресть на себе. Просто принять. Вот это слово я хотела сказать. Принять какое такое это есть в данное время. Если примешь, будет уже легко. Не так больно. Стоит тела. Субтитры создавал DimaTorzok